Жила-была одна журналистка, хорошая журналистка, совестливая, и главной ее темой была правозащита, права человека. Писала-писала, писала-писала, сострадала, а потом решила, я сама, и стала адвокатом. Мария Эйсмант, привет. Адвокат Мария Эйсмант, адвокат Константина Котова, адвокат, я бы сказала, наверное, по очень многим делам, которые связаны со свободой, свободой слова, свободой собраний. И здесь Мария Эйсмант, наверное, ты уже привыкла, что тебе говорят, что ты правозащитный адвокат? Ну, так часто говорят, в принципе, я не обижаюсь, хотя адвокаты это не совсем то, что правозащитники, с другой стороны, адвокатура сама по себе правозащитна в принципе в своей основе, так что, в общем, пусть называют. Ну, сейчас у тебя одна из твоих главных тем – это свобода собраний, но это одна из главных тем в России сейчас. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Дорожаевые граждане, ваша акция не согласована. Просьба разойтись. Винчат, за все, за все, что угодно, за одиночные пикеты, за неодиночные пикеты, за прогулки, за кормление голубей. Что это такое и как с этим бороться? Я все время смотрю видео задержаний. Как ты себя не веди? Что ты не говори? В смысле, именно чтобы фургал было написано нельзя, а другие слова можно? Показывай паспорт, не показывай паспорт, бумажку, не бумажку, сопротивляйся, не сопротивляйся. Все равно. Как себя правильно вести, чтобы вам, адвокатам, было легче нас отбивать? Ну, люди не должны себя вести, исходя из того, чтобы как-то облегчить работу все-таки адвокатом. Люди должны себя вести в соответствии с какими-то их внутренним убеждениями в правоте своих действий, в соответствии с законом, в соответствии с... Ну, когда я говорю с законом, я имею в виду нормальный, прописанный, понятный, действующий одинаково для всех предсказуемый закон. Несмотря на то, что он далеко не идеальный, к нему очень много претензий, но даже вот этот плохой закон о митингах, который действует на сегодняшний день в Российской Федерации, на самом деле, позволяет людям выражать свое мнение, свой протест, свое недовольство, возмущение, радость, любые эмоции, все что угодно, свое мнение о ситуации в стране на улицах позволяет. Но практика его применения практически лишает граждан такого права. Например? Например, для того, чтобы провести, например, митинг, надо подать уведомление в органы власти за 15-10 дней до проведения митинга. Таким образом, граждане фактически лишаются возможности, очень важной для массовых собраний, для свободы собраний, спонтанной реакции на какое-то событие, которое их возмущает. Ну, произошло что-то, и вы не можете молчать. Вы говорите, а, хорошо, я, значит, завтра поду-подам, потом через 15 дней мы выйдем и повозмущаемся. Понятно, что в человеческой природе спонтанная это нормальная реакция на какое-то событие. И единственной формальной, по букве закона, возможностью выразить спонтанно, то есть в тот же день свое возмущение каким-то событием являлся всегда одиночный пикет, он не требует согласования. А поскольку возмущено много людей, то, естественно, они все собираются в большом количестве в неком месте, а дальше стало происходить следующее. Поскольку люди у нас очень законопослушные на сегодняшний день, прямо очень, я это говорю без всякого сарказма. То есть попытка сделать все по закону иногда вот меня даже адвоката немножко удивляет, мягко скажем. Вот один стоит с плакатом, он одиночный пикетчик, а другие пока просто стоят в очереди, тихо молчат и ждут свой час. Он закончит свой пикет, свернет свой плакат, тогда следующий подойдет и возьмет этот плакат. Причем часто я слышала, что давайте вы не просто свернете, а поставите на землю, чтобы я не у вас из рук его брал. То есть вот и сложилась вот такая практика вот этих пикетных очередей, которые в случае с Иваном Голуновым было принято, видимо, политическое решение, руководством ГУВД, московскими властями, не знаю кем, не трогать этих людей. И их там были эпизоды, по-моему, в самом начале несколько человек задержали, потом тут же отпустили и перестали людей трогать. И таким образом у граждан возникло полное ощущение, что да, одиночный пикет это законно, я могу это сделать, никто меня не задержит. Да, вот эта вот пикетная очередь до тех пор, пока мы только после того, как один свернул плакат, свой плакат разворачиваем, тоже законно, это сложившаяся практика, нас не задерживают и все хорошо. И эта практика действовала, действовала довольно долго до, я сейчас дату не вспомню, может быть, это и не так важно, но до не первого, а второго протеста на Лубянке, который был посвящен делу сети около здания ФСБ. И тогда, первый раз, когда люди собрались, их было очень много, 600 человек, по-моему, даже больше, чем 600 человек, в феврале это было 2020 года, их не трогали точно так же, как до этого не трогали пикетной очередью администрации президента за фигурантов московского дела, пикетной очереди за Ивана Голунова, пикетной очереди за актера Павла Устинова. Вот, но у ФСБ, видимо, может быть, ну, место такое все-таки было, наверное, кто-то сказал, то есть мы не можем знать, кто, но это я так предполагаю. В общем, в какой-то момент, когда собрались вот такие одиночные пикетчики около ФСБ, с этого дня вот эти вот пикетные очереди стали вне закона в Москве. То есть, понимаете, опять же, как мы говорим, закон должен быть предсказным, человек должен понимать, за какие его действия будут какие последствия. А в данном случае мы видим то, что какие-то вот пикетчики могут стоять по одному, менять и их не трогать, а какие-то в любой момент именно ваша пикетная очередь может вызвать такое неудовольствие, там, раздражение, неприятие, в общем, такую реакцию страны власти, что именно вас и задерживают. Поэтому вот с этого момента было где-то около двух месяцев перерыва связано с распространением коронавируса, потом уже под конец, когда еще вроде ограничений все сняты не были, но по факту москвичами, в общем-то, начались опять одиночные пикеты. Причем, опять же, наши законопослушные граждане честно оформляли пропуска, собянинские пропуска, в которых писали цель одиночный пикет. И они с этими QR-кодами, с пропусками, абсолютно честно, с указанием цели одиночный пикет, приезжали и становились своим плакатом, пытаясь всеми силами, все вообще законные требования выполнить, какие только можно, но вместе с тем молчать не могли. Это были пикеты, связанные с задержанием и арестом омбудсмена полиции, с застреленным человеком в Екатеринбурге, который якобы украл четыре рулона обоев. Тоже было страшное возмущение простых людей, которые об этом прочитали в интернете. И они оформляли эти пропуска. Но тогда уже было, видимо, решение, что нет, никаких пикетов здесь не будет, поэтому сейчас... Значит, еще последнее про одиночный пикет и как это все объясняется, да, потому что люди говорят, ну это же одиночный пикет, как же так, мы же имеем право по закону, на что им говорят уважаемые. И действительно, еще давно, еще в 2018 году, мне кажется, еще раньше, это был Конституционный суд, об этом говорил, но в 2018 пленум Верховного суда четко сказал, что если у вас, как бы, если ваши действия выглядят как одиночный пикет. Но на самом деле объединены, имеют все признаки объединения с другими пикетчиками, то есть некой общей организации, да, то есть одна тема, территориальное тяготение друг к другу, похожая стилистика ваших плакатов, то таким образом это скрытая форма коллективного массового мероприятия. И теперь у всех протоколов, у всех одиночных пикетчиках, мы в протоколах записаны, тем самым Пупкин принимал участие в скрытой форме коллективного массового мероприятия. Это не имеет смысла в русском языке? Это не имеет смысла ни в русском языке, ни в правовом юридическом языке, но это имеет, как сказать, не смысл, а это имеет место в жизни и в практике, и теперь это сложившаяся практика. Маша, мы с тобой сейчас здесь по скайпу, сзади тебя, за библиотекой твоя семья, сзади меня наша съемочная группа, компания, мы с тобой сейчас участвуем в скрытой форме массового мероприятия? Мы сейчас с тобой вряд ли участвуем в скрытой форме массового мероприятия, но в любой момент можем это сделать. Например, если ты возьмешь какой-то листочек и напишешь на нем что-то, я напишу примерно то же самое, и мы по какой-нибудь единый символ придумаем. То есть можно придумать, каким образом это будет скрытой формой массового мероприятия. Я еще хочу обратить внимание, как они это доказывают, потому что вообще, в принципе, даже тот же плен Верховного суда, который эту формулу фактически легализовал, ну вот ответственность за одиночные пикеты, в случае, если будет сочтено, что это скрытая форма коллективного массового мероприятия, сказал, что все-таки бремя доказанное лежит на сотрудниках полиции, они должны выявить эту общую организацию. И ее выявляют, например, прекрасный пример, вот мы видим в материалах вот этих дел. Например, один человек пишет у себя в Фейсбуке, я возмущен, что произошло арестом Ильи Азара или еще чем-то. И я не могу молчать и выйду сегодня на одиночный пикет. Пишет, он не пишет, давайте все выйдем, я вас призываю, я вас жду в 12.15. Он пишет, я выйду. А некоторые пишут, я выйду тогда-то в такое-то время. И тогда вот этот скриншот из Фейсбука будет материал дел всех, кто выйдет в этот день, как доказательство того, что это было организовано. Значит, это вот единая организация. Вот так это доказательство. Ты плакат, что ли, Романова, рисуешь? Да, рисую. Я рисую плакат. Кстати, сказать, пока я его рисую, мой любимый все-таки плакат на одиночных пикетах, это как раз было у ФСБ, когда задержали мою коллегу, я говорю мою, потому что ты уже адвокат, мою коллегу журналистку «Ведомостей» с плакатом «Вот такое *** лето». То есть это важно, что написано на плакате? Нет. Ну, то есть можно предположить, что если на плакате будет написано что-то, что можно еще как-то квалифицировать, то, возможно, это будет полноценная компликация. Но сама по себе надпись не важна. Если вас задерживают, то скажут просто, просто надпись на плакате будет в протоколе. Зато прикольно в студии с этим выступать. Это совершенно неважно. Были люди с плакатами «Свобода Азара», были люди с плакатами, там, я не знаю, кто-то просто может встать с пустым листом бумаги, кто-то оставался с телефоном, и у них этот телефон, кстати, изымали, как предмет совершения правонарушения. Потом очень долго приходилось возволять. Вот. В данном случае совершенно неважно, потому что если вы собрались в каком-то месте, вы стоите пусть попеременно, и никто с этим не спорит, в одиночных пикетах соблюдая социальную дистанцию, то, но принято решение вас задерживать, потому что есть у властей основания считать, что это было организовано кем-то. Вот. Принято решение вас задерживать, то совершенно неважно, что написано на вашем плакате, вы будете приписаны к общему мероприятию. Вот. Вот за твою юридическую практику и задолго до нее, когда ты работала в судах как журналист, скажи, судьи как-то стали менять свое отношение к, в общем, унижающему их профессиональное достоинство, вот эту вот билиберду, да, с этими рапортами, с задержанными. Нет, ну это же унизительно, то, что с тобой делают как с судьей, как с профессионалом. Они как-то на это реагируют? Ну, я не могу за них сказать, что они при этом чувствуют, но вообще вся эта история с задержаниями людей, которые выходят на улицы, там, в одиночных, массовых пикетах, шествиях, там, на митингах, неважно, люди, которые выходят с мирным протестом на улицы российских городов и потом попадают в суды. Вот в Москве это просто конвейер, если честно, вот это конвейер. Конвейер в полиции, конвейер в судах. То есть назначается, там, каждые 15 минут назначаются судебные заседания, и все одинаково так, одинаковые протоколы быстро пролистываются. Ну, каждому человеку, в общем, спрашивают, да, человек может высказать, почему он туда вышел, что он хочет сказать. В этом смысле высказаться всем дают обязательно. А в остальном все это такая стандартная история. Ну, вот, например, был один активист, который обычно, ну, часто он участвует в такой, Дмитрий Иванов, он участвует в многих разных мероприятиях, он там член, так называемого, бессрочного протеста. Это группа молодых людей, которые часто просто уходят и устраивают очень мирные, небольшие такие акции протеста. Они там встают где-то, что-то кричат иногда. Вот. Но в конкретном случае он просто подошел, он не участвовал в мероприятии, он просто подошел поснимать на телефон. Его задержали, поскольку его знают. Волитом примелькалось. Вот. И мы представляли в суд свидетелей, а также видеозактив, где четко ясно, что человек просто, ну, что он был без плаката, что он просто был там рядом с телефоном и ничего не делал. Ничего не кричал, ничего не держал в руках и так далее. Вот. И тем не менее, все равно ему прописали какой-то плакат, придумали какой-то плакат, который у него был. Видеозапись, конечно, не приобщили. Свидетелей, конечно, которые были, ждали в коридоре, конечно, не допросили. Но, опять же, такая очень стандартная история. Я единственное советую многим, если есть время, кто в первый раз, кого в первый раз задерживают, действительно приходить на свои суды хотя бы один раз, обязательно, чтобы посмотреть, как это происходит. Это действительно очень важно, это видеть. Потому что иногда, когда говоришь, что у нас были свидетели, у нас была видеозапись, и даже не стали смотреть, многие люди не понимают. Думают, что это может преувеличение, может, как-то вот чего-то ты не договариваешь. Потому что, ну, как же так? Вроде же, ну, вот мы разбираемся, что было. Ты говоришь, вот есть видео всего, что было, давайте посмотрим и увидим, что было. Суды говорят, нам это совершенно неинтересно, аэропорта полиции достаточно. Почему людям не дать возможность, да, вот это уже другой вопрос. Почему нельзя дать возможность людям выйти на очень мирный протест? У нас люди выходят мирно. Даже если они идут куда-то, даже в Хабаровск, посмотрите, это очень мирный протест. Да, они там занимают часть дороги. Ну, машины едут и, кстати, их приветствуют. Понятно, что любой массовый протест, массовый спонтанный протест с неизбежностью, это записано у нас во всех постановлениях Конституционного суда, Европейского суда правого человека, но даже и нашего Конституционного суда, что с неизбежностью ведет к некому нарушению привычной жизни. Движение транспорта может быть нарушено еще. Но право на мирный протест настолько важно, это написано, конечно, это не соблюдается, но написано, что оно настолько важно, что можно потерпеть некоторые неудобства для транспорта. До тех пор, пока это собрание мирное. А у нас собрание очень мирное. И вот почему не дать людям выразить свое отношение, это остается таким открытым вопросом. Маш, а скажи мне, как юрист, я вижу плакаты у жителей Хабаровска, у жителей Дальнего Востока, которые требуют открытого суда над Фургалом именно в Хабаровске. То есть я открываю УПК и понимаю, что иначе-то и быть не может, потому что это убойная статья, суд присяжных, и это, конечно, по месту совершения преступления. Да, но я прекрасно понимаю опасения Хабаровцев, что может быть абсолютно все, что угодно. Послушайте, ну на Конституцию наплевали, а уж на УПК-то наплевать вообще... Как ты думаешь, вообще возможен перенос суда в Москву или, я не знаю, куда там, в Петербург? Возможен, потому что нет, такая возможность прописана. Тоже перенос суда может быть. И такие случаи бывали, когда считается, что в этом регионе невозможно все повязаны, все друг другом знакомы. И для беспристрастного объективного рассмотрения дела такие примеры есть. Я не могу тебя не спросить, как адвоката Константина Котова. Как он? Он ничего передает всем привет. Я у него была позавчера, последний раз. Мы очень часто к нему ездим. Может быть, не каждый раз об этом пишу, потому что много других, других каких-то важных событий происходит. Но мы ездим к нему раз в 10 дней точно. Иногда раз в неделю. Если надо, то чаще. Сейчас дело... У него пять взысканий на сегодняшний день. Злостный, злостный нарушитель всего. Что? Злостный нарушитель всего. Ну, пока его злостным нарушителем не признали, но да, мы в пять взысканий. Первое взыскание за перчатки. То есть ему не выдавали перчатки, ему не давали получить свои перчатки. Зимой, в морозном. У него мерзли руки. И его... Товарищ по его отряду поделился своими перчатками, за что обоих вызвали на комиссию, влетели в выговор. И товарищ вот этот, который с ним поделился перчатками, не смог подать на УДО, поскольку с выговором особо не подашь. Вот. О чем все время напоминали гости. Вторая история была с теми же перчатками, которые ему выдал тот же товарищ. В какой-то момент они не были... Выяснилось, что они не внесены в опись личных вещей. И несоответствие описи личных вещей содержимому личных вещей также стоило Константину выговора. Два выговора у него есть. То есть еще один выговор у него был за то, что он не поздоровался с сотрудником исправительного учреждения. А здороваться в исправительных учреждениях осужденные должны постоянно. Если сотрудник зашел за угол, а потом опять пришел, и ты его видел 15 минут назад, но вышел из твоего поля зрения, а потом опять в твоем поле зрения появился, то надо с ним поздороваться. Если ты не поздоровался, то это может тебе грозить дисциплинарным взысканием. Вот. И еще один раз он не поздоровался с человеком, который зашел, за спиной у него был, вот, когда он писал как раз объяснение, почему он там с кем-то не поздоровался, и за это он был помещен на 10 суток в штрафной изолятор. Куда уже в самом штрафном изоляторе, кем-то зашел человек с видеорегистратором и посетовал, что у Кости очень неопрятный внешний вид, а именно расстегнута пуговица, что стоило ему еще одно взыскание. Вот. Дело Константина Котова находится сейчас в Конституционном суде, Второй Конституционный суд общей ревизикции. Ему уже давно подали Конституционную жалобу. Около двух месяцев, только недавно долго ждали возражения от прокуратуры, пока мы эти возражения не читали. Они пропустили свой срок подачи возражений. Дело пошло во Второй Конституционный суд, и мы ждем, когда будет назначена дата. В ближайшее время будет назначена дата судебного свидания по нашим конституционным жалобам. То есть ничего не закончено, мы продолжаем бороться. Ну и в европейском суде, да, там очень много жалоб тоже. Когда у него звонок у Кости? Когда он выходит? По-любому, когда он выходит? Когда у него срок кончается? Полтора года же в декабре. Срок полтора года закончится в декабре. Но мы... Как сказать? Мне больше нравится думать и говорить о предстоящем конституционном суде и о том, что ни на секунду мы не прекращаем нашу борьбу за то, что Костя должен быть оправдан. Костя Котов, Константин Котов не сделал год назад тоже ничего такого. Он просто вышел из метро, и все на этом закончилось. И ему дали, я напомню, 4 года. Сейчас благодаря все-таки прежде всего работе адвокатов и общественной поддержке, это полтора, и он выйдет в декабре, но тем не менее 4 года за то, что он вышел из метро. Просто он это сделал не первый раз, пришел на массовые мероприятия. Вот люди, которые сейчас выходят на одиночные пикеты или участвуют в скрытой форме массовых мероприятий, чтобы это не значило, если их забирают второй раз, третий раз, они же в любую секунду, Илья Азар, муниципальный депутат, журналист, он же в любую секунду его все время задерживает, может стать Константином Котовым? Да? Нет? По закону нет. По закону и Константин Котов не должен был стать Константином Котовым, поскольку, опять же, действующий, далеко не лучший закон. Я считаю, эта статья не должна быть в уголовном кодексе. Мое мнение, она там совершенно не нужна. Она лишняя, она репрессивная, и она ужасно применяется. Но она есть. И даже с точки зрения той трактовки, тоже спорной, которую ей дал Коизоляционный суд, нельзя человека просто формально, заодно только неоднократное нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий, подвергать уголовному преследованию. Должен быть вред здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, либо реальная угроза причинения такого вреда. Но мы сталкиваемся, опять же, с правоприменением, которое плевало на законы, которое говорит, какие там слова написаны, что там должно быть, вред здоровью, реальная угроза. Хорошо вышел из метро, тем самым представляя реальную угрозу причинения. Мы говорим, чем? Ну, рядом много народу было, мало ли, кто же знает зачем. Реальная угроза была, потому что мы просто эти фразы написали в приговоре. Извините, если Костя вменили, то, что он нарушил конституционный охраняемый ценз, какую? 27-ю статью Конституции, которая говорит о праве каждого выбирать себе место жительства и передвигаться свободно по стране и выбирать место жительства. Ну, то есть поехать в Барнаул, там устроиться на работу, то есть большая страна, и люди могут свободно по ней передвигаться, говорит 27-я статья Конституции. А следователи и суды говорят, ну как, свободно передвигаться. Вот в парке они там стояли, 30 человек, а китайцы не могли свободно передвигаться рядом, чтобы сфоткать там чего-то, туристы. Значит, нарушена 27-я статья Конституции. И вот ты, ну, бред, считаешь, говорит, абсолютнейший просто бред. И ты думаешь, как на него реагировать? Если серьезно реагировать, ты вроде тоже поднимаешь этот бред на уровне серьезной респонденции, но это же бред. Как бы не серьезно реагировать. Опять же, у тебя человек сидит. И вот как ты мечешься между тем, какую вот форму возражений выбрать, когда вот перед тобой очевидный, несусветный бред сивы кобылы именем Российской Федерации прописанной. Ну? Маш, давай с тобой, я не могу это запомнить, скрытая форма участия в массовом мероприятии? Коллективного массовом мероприятия, да. Скрытая, не что иное, там такая вот траховка, не что иное, как скрытая форма коллективного массовом мероприятия. Значит, у нас здесь сейчас в студии я плюс еще трое взрослых людей и две собаки. За тобой, как я понимаю, ты и твоя семья, которую я знаю страшно многочисленно. Это... Я подержу так? Маш, квалифицируем наши действия с тобой. Ну, на самом деле, я не могу их квалифицировать по закону, как скрытую форму коллективного массового мероприятия. Я думаю, ты просто выразила свое мнение. То есть меня пока не тронут. Опять же, я считаю неправильно думать о том, как бы так нам себя вести, чтобы нас... Давайте лучше сидеть дома, чтобы с точки зрения вот этой практики уже 100% нас никто не тронул. Потому что тем самым мы как бы отдаем те права, которые у нас есть. Неотъемные наши права, прописанные в Конституции. Даже после вот этих поправок или поправки, вот они там остались, вот эти права на свободу слова, на свободу собрания. И да, наша задача, моя задача как адвоката рассказать людям о практике. Но я не готова говорить, что когда меня спрашивают, возвращаясь в начало нашего разговора, имею ли я право, я сначала всегда говорю, да, вы имеете право. По закону вы имеете право, вы ничего не научите. Но я должна вас предупредить о сложившейся практике. Поэтому мы не должны забывать, что мы имеем право по закону выходить свободно, мирно, без оружия, в любом количестве, в любые места. Согласовать что-либо в Москве сегодня практически невозможно. Я знаю огромное количество попыток людей согласовать какие-то массовые мероприятия. Даже пикет на тысячу человек им постоянно отказывают в этом. Поэтому, когда потом говорят, вы не согласовали, то это тоже абсолютное ханжество, это абсолютная вот такая вот тоже скрытая форма циничного вранья. Вот. Потому что невозможно согласовать. Но очень хочется, особенно учитывая, что у нас протест мирный, на сегодняшний день российский протест мирный, чтобы людям дали эту возможность. Конечно, за это надо биться, пока вот очень не в нашу сторону полный счет, но нельзя прекращать требовать этой свободы собрания. Мария Эйсмант против ханжества и судебного абсурда. Спасибо, Маша. Спасибо, Оля. Замечательный у тебя плакат. Субтитры сделал DimaTorzok